Ну, к примеру, если ты будешь заниматься производством мицелия, то реально возможности у тебя и выращивать мицелий, и выращивать грибы у тебя реально просто не будет. Значит, ты будешь делать или одно, или другое. Что-то хорошо ты будешь делать, понимаешь? А если... Сейчас, секундочку. А если ты будешь делать два одновременно, то это все будет у тебя выходить плохо. То есть не получится ни одно, ни другое. И ты в конечном итоге это все прекратишь. Поэтому я советую людям... Вот смотри, в Прибалтике получилась какая история. Реального человека, да, научился. Он, в принципе, за полгода освоил. И в объемах там приблизительно 100-200 кг он реально что-то может производить мицелий. При стоимости мицелия в европейских странах, имеется в виду в евро, это очень неплохие результаты. Очень не слабые результаты. В дальнейшем, естественно, пойдет какое-то развитие, найдет какие-то другие горизонты. Но, хорошо, что в дальнейшем делать? А как проверять, где? Так для этого подключаются другие люди. Для работы, скажем так, которые будут уже заниматься непосредственно выращиванием грибов. Значит, он мицелий, а не грибы. Вот я ему давал такой совет. Это, опять же таки, я ему даю совет, а он вправе поступать, как он считает правильным в этой ситуации. Но, мой совет такой, что нету никаких мы. Корешки отдельно, корни отдельно. Понимаешь? Чтобы все было понятно, очень четко. То есть, наше совместное предприятие заключается в чем? Что я произвожу мицелий, ты производишь грибы. Только смотри как. Стоимость мицелия ты купил, забрал, и дальше это твои проблемы. Понимаешь, как возникает такая ситуация? Потому что первично в производителе мицелия возникает та ситуация, что он уже наколбасил этого мицелия. Он его наделал. Так же? Он вложил в него ресурсы, время и все остальное. Поэтому, если вот тот производитель, который работает с этим мицелиям, он за него не платит, он его не ценит. Или другим образом я тебе объясню. Знаешь, намного проще. Вот у меня, например, я уже, скажем, на том этапе, например, работы с клиентами, что я говорю, я могу себе позволить отправлять любые заказы только после предоплаты. Я могу себе позволить. Потому что, почему я так делаю? Потому что, если я вам отправляю после предоплаты, то я вам отправляю ваш мицелий. И вы за ним бежите, потому что вы заплатили за него деньги. А в том возрасте, где-то года 4 назад, когда я отправлял вам свой мицелий, то вы за ним не спешите. Да подумаешь, ну прислали там, а, тур сваляется. Заберу, заберу, нету, нету, нету. Ну и пусть так будет. Понимаешь? И вот так получается в любом бизнесе. Если человек не финансово ответственен за какое-то деяние, то есть, ага, давайте мы сделаем совместное предприятие. Я буду колбасить, там, даю тебе тонну мицелия, ты вырастешь на нем 18 тонн грибов, потом это все продадим, а потом это все поделим. А какой тебе хер там с этого мицелия вырасту, вырасту, не вырасту, не вырасту, это твои проблемы. Я так вложился уже перед этим. Ну, к примеру я веду, то есть не с тобой лично вот говорю, ну, чтобы ты понимал, как идет вещь. И фактически в нашем мире, в наше время, такая, мне кажется, экономическая схема, она более-менее, ну, не более-менее, она вообще сама оптимально оправдана. То есть, как-то поэтапно каждый человек должен финансово отвечать за каждый этап вот этих работ. С тобой говорю, в принципе, там, вот за мицелий, потому что вот этому, ну, там, филиалу, скажем так, я ему дал такой вот полезный совет. Ну, то, что я тебе изложил. Вот такая, получается, ситуация. Ну, подумаешь, ну, взял мицелий, посадил, там, руки в штаны повытирал, знаешь, сопли там туда посадил, там, вылезло все зеленое, все забракованное. Хорошо. Вопрос получается в чем? Ну, хорошо. Если мы... Подожди, подожди. Вот финансово, я вот сейчас, вот у самого идея появилась. Подожди. Хорошо. Мы очень хорошо обсудили деловой вопрос, как делить прибыль. Ну, хорошо. А как мы финансово с тобой обсудим, а как делить расходы? Особенно те расходы, которые непредвиденные. Особенно форст-мажорные расходы. А тогда как отделить? Вот такая штука вот получается, вот в этих интересных вещах. Понимаешь? И обычно, вот запомни, есть такая фраза, знаешь, обалденная просто фраза, которая звучит, она говорит, очень легко, очень легко в бизнесе разделить 100 долларов пополам. Понимаешь? Очень легко они раскладываются по карбанам. Вот 100 долларов делится очень легко, а вот миллион не делится на двоих никак. Если ты не понял, то ты подумаешь, просто прогрузишься. Вот тебе как разделить миллион? Вот миллион пополам не делится. Запомни себе раз и навсегда. Потому что это не моя фраза, это фраза тех людей, которые уже прошли вот этот опыт. Так вот я тебе к чему веду? Что миллион пополам не делится никак.